Попробуем применить полученные знания к придуманной мной гораздо более сложной задачи. Сначала у меня будут несколько параллельных резисторов. Я постараюсь сделать так, чтобы числа получались достаточно удобными для вычислений. Здесь у меня резистор с сопротивлением 4 Ома. Параллельно ему стоит еще один резистор. Его сопротивление 8 Ом. Еще один параллельный им резистор — 16 Ом. И параллельно им стоит еще один резистор. Я сейчас выдумываю числа на ходу. Его сопротивление пусть также равно 16 Ом. Дальше, последовательно всей этой конструкции, стоит резистор с сопротивлением 1 Ом. Параллельно им всем поставлю еще один резистор. Вы видите, какая сложная получается конструкция. Его сопротивление, допустим, будет 3 Ома. И дальше стоит еще один резистор. Не буду усложнять. Пусть его сопротивление тоже 1 Ом. И вся эта конструкция подсоединена к батарее. Ее напряжение я тоже придумываю на ходу. Надеюсь, числа сойдутся. Пусть оно равняется 20 В. И задача — найти силу тока вот в этой точке. У каждого резистора сила тока будет разная. Но через последний резистор будет течь тот же ток И. Итак, чему равно И? Проще всего эту задачу решить, найдя эквивалентное сопротивление. Если мы найдем сопротивление, эквивалентное всему вот этому нагромождению из резисторов, то дальше останется применить закон Ома, и задача будет решена. Начнем мы с нахождения сопротивления, эквивалентного вот этим четырем параллельным резисторам. Мы знаем, что единица, деленная на это сопротивление, будет равняться 1 четвертой плюс 1 восьмая плюс 1 шестнадцатая и плюс 1 шестнадцатая. Сложим дроби, приведя их к общему знаменателю. 1 четвертая — это 4 шестнадцатых плюс 2 шестнадцатых плюс 1 и еще 1. Единица на R равняется 4 плюс 2 плюс 1 плюс 1 — это 8. Получается 8 шестнадцатых, то есть 1 вторая. Числа удачно сошлись. А значит, сопротивление, эквивалентное этим четырем резисторам, равно 2 Омам. Иными словами, все эти четыре резистора вместе эквивалентны одному резистору с сопротивлением 2 Ома. Давайте их сотрем и упростим схему. Все эти четыре резистора можно заменить одним, сопротивление которого равняется 2 Омам. Как видите, огромное нагромождение резисторов я превратил в гораздо более простую схему. Чему равно сопротивление, эквивалентное вот этим двум резисторам? Они соединены последовательно, а сопротивление последовательных резисторов просто складывается. Таким образом, общее напряжение резистора с сопротивлением 2 Ома и резистора с сопротивлением 1 Ом составляет 3 Ома. Давайте их тоже сотрем и еще больше упростим нашу схему. Эти два резистора можно заменить одним резистором с сопротивлением 3 Ома. Наша схема стала еще проще. Как упростить вот эти два резистора? Они соединены параллельно, а значит единица, деленная на эквивалентное сопротивление, равна 1 трети плюс 1 треть. Единица, деленная на r, равна 2 третьим. Отсюда r равно 3 вторым или 1 целой 5 десятым. Снова сотрем и упростим. Два параллельных резистора с сопротивлением 3 Ома эквивалентны одному резистору с сопротивлением 1,5 Ома. Обратите внимание, у нас есть два резистора с сопротивлением 3 Ома. Таким образом, мы как бы в два раза увеличили пропускную способность провода. Параллельное соединение резисторов уменьшает общее сопротивление. В нашем случае мы уменьшили его вдвое, предоставив электронам два возможных пути. Именно поэтому общее сопротивление этих двух резисторов вдвое меньше сопротивления каждого из них. Подумайте над этим. Это хороший пример, чтобы представить, что происходит в цепи с электронами. Хотя у меня еще будет отдельное видео, посвященное сопротивлению. Итак, снова упростим нашу схему. Эти два параллельных резистора можно заменить одним эквивалентным резистором, сопротивление которого будет равняться 1,5 Ом. И у меня осталось всего два последовательных резистора. Два последовательных резистора с сопротивлениями 1,5 Ома и 1 Ом эквивалентны одному резистору с сопротивлением 2,5 Ома. Напряжение на них равно 20 В. Чему же равен ток в такой цепи? По закону Ома, U равно I умножить на R. Напряжение 20 В равно произведению силы тока на эквивалентное напряжение, то есть на 2,5 Ома. 2,5 – это 5 вторых. 20 равно I умножить на 5 вторых. Отсюда I равно 2,5 умножить на 20. 2,5 умножить на 20 – это 8 Ампер. Мне кажется, все не так плохо, как могло показаться на первый взгляд. Если вы поняли, как решается эта задача, дальше вы сможете решать гораздо более сложные задачи с цепями. Спасибо, что подписываетесь на наш канал. Нам очень важно знать ваше мнение. Если у вас возникли вопросы касательно данного видеоролика, то не стесняйтесь задавать их в комментариях. Мы с удовольствием на них ответим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok